Здравствуйте, дорогие подписчики! Вы смотрите еженедельный обзор главных аграрных новостей. В России разгорелся сахарный скандал. Правительство сокращает финансирование сельского хозяйства, а спасать деревни от пожаров придется местным администрациям. Об этом сегодня в нашем выпуске. В одном из прошлых выпусков мы говорили, что правительство не нашло достаточно денег для финансирования государственной программы комплексное развитие сельских территорий. Увы, но с государственной программой по поддержке агропромышленного комплекса та же самая история. На этой неделе стало известно, что в бюджете на ближайшие три года, который сейчас слушается в Государственной Думе, финансирование сельского хозяйства будет урезано. В 2021 году, согласно паспорту программы, АПК должен был получить 291 миллиард рублей и даже чуть больше. Однако, правительство нашло на сельское хозяйство всего 257,5 миллиарда рублей. Такое же сокращение финансирования будет и в следующем, 2022 году. Замминистра сельского хозяйства Елена Фастова сказала, что больше всего пострадают программы, которые предполагают субсидии. Особенно это касается компенсирующей и стимулирующей субсидии, которая потеряла 8 миллиардов рублей, а также субсидии по программам миллиардации, минус 3 миллиарда рублей. Правительство не только сокращает финансирование, но и снижает планку тех успехов, которые должна добиться отрасль сельского хозяйства. Так, например, согласно паспорту программы предполагалось, что в 2021 году индекс физического объема инвестиций должен составить 110 процентов по отношению к 2020 году. Теперь же планка снижена всего до 102 процентов. Нам интересно знать, касается ли тема господдержки вас, дорогие наши аграрии подписчики. Пожалуйста, сообщите нам в комментариях, пользуетесь ли вы какими-либо видами субсидий, может быть, льготными кредитами. Возможно, вы покупаете сельхозтехнику со скидкой или пользуетесь программами льготного лизинга. Нам очень это интересно, чтобы понимать, насколько доходит до вас забота государства о наших сельхозпроизводителях. Забавная новость приключилась на этой неделе с сахаром. В средствах массовой информации стали появляться заголовки о якобы дефиците этого продукта. А Минсельхоз России даже выступил с обнадеживающим заявлением, что сахар всегда можно импортировать из дальнего зарубежья и Россия готова снизить импортную пошлину на этот продукт. Причиной скандала стало неосторожное заявление компании РусАгро о том, что в этом году Россия произведет сахара меньше, чем следует для того, чтобы обеспечить внутреннее потребление. И в целом, конечно, компания РусАгро была права. Эти же данные подтверждает Институт конъюнктуры аграрного рынка, который сообщил, что ежегодно Россия потребляет 5 миллионов 860 тысяч тонн сахара. Произвести сможет в этом году от 4 миллионов 880 тысяч до 5 миллионов 150 тысяч. Ну, понятно, это всего лишь оценка годовая, поэтому такой разброс. Снижение производства сахара в этом году будет связано, во-первых, сокращением площади сева сахарной свеклы, а также с тем, что выход сахара, как уже показывает производство, довольно сильно снизился, особенно на юге России, в Белгородской и Пенсинской области. Сахар уходит в отходы и мелассу, соответственно, выход оказывается меньше, чем предполагали сахарные заводы. Несмотря на то, что Россия произведет сахара меньше, чем нужно для внутреннего потребления, не стоит забывать об огромных накопившихся запасах. В 2019 году, как вы помните, был собран рекордный урожай сахарной свеклы, 54,4 миллиона тонн, из которых было произведено 7 миллионов 300 тысяч тонн сахара. Естественно, часть этого продукта наши производители попытались экспортировать, и это были рекордные цифры по экспорту, потому что раньше мы сахар не экспортировали никогда. Ну а часть этого продукта, конечно, осталась на складе. Так что переизбыток сахара, который был в прошлом году, как раз восполнит дефицит этого года. И, кстати, сокращение площади сева и сокращение выгода сахара позитивно повлияет на цены. В 2019 году с января по декабрь цена на сахар упала на 44%, до вообще минимальных 18,5 рублей за килограмм. Теперь же цены и благодаря пандемии в том числе немножко укрепились. Сегодня сахар стоит 30 рублей за килограмм. Цена на сахар, как выразился глава объединения «Союз Россахар» Андрей Бодин, сейчас достигла экономически обоснованного уровня. И, конечно, очень важно, чтобы Минсельхоз России не ввел какие-то экстренные меры по регулированию рынка и не поставил то, что накапливали наши производители сахарной свеклы, сахарной заводы под удар. Так что, по словам главы ИКАР Дмитрия Рылько, ввозить из-за рубежа сахар, нам вряд ли придется, потому что будет достаточно того сырья, которое есть в России и Белоруссии. Сейчас надо просто успокоиться. Экспорт зерна из России в октябре замедлится по сравнению с сентябрем. Такой прогноз дал аналитический центр «Русагротранса». По подсчетам этой организации, в октябре будет вывезено за рубеж всего 5 миллионов тонн зерна против 5,8 миллиона тонн в сентябре. Тем не менее, цены на пшеницу остаются достаточно интересными для того, чтобы экспортировать этот вид зерна. Пшеница с протеином 12,5% с поставкой в ноябре-декабре торгуется по цене 250-252 доллара за тонну, сообщает «Русагротранс». Цены достигли практически пятилетнего максимума. Дороже пшеница стоила только в январе 2015 года. Тогда стоимость контрактов достигала 269 долларов за тонну. Но нужно понимать, что и доллар тогда стоил гораздо дешевле. Главным покупателем нашего зерна остается Турция, которая с начала сезона импортировала уже 3 миллиона 257 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. И Турция, кстати, чтобы понизить цены на пшеницу, ячмень и кукурузу на своем внутреннем рынке, до 31 декабря текущего года обнулила импортную пошлину. Кроме того, Турция остается импортером номер один наших маслосемян подсолнечника. Как сообщает федеральная таможенная служба, Турция с начала сезона увеличила покупки маслосемян в 46 раз. Но это, конечно, немного игра статистики, потому что в физическом весе Турция импортировала всего 22 с небольшим тысячи тонн маслосемян. В пятерку крупнейших импортеров подсолнечника входят также Румыния, Болгария, Финляндия и Нидерланды. На фоне того, как Турция все больше и больше открывается для российского зерна и маслосемян, будет интересно наблюдать, как будет закрывать свои ворота Россия. Минсельхоз на этой неделе еще раз напомнил, что собирается ввести квоту на экспорт зерна с 1 января следующего года. И эту меру Минсельхоз назвал достаточно эффективной, чтобы сдержать цены для российских мукомолов и животноводов. Так что, например, пошлина на экспорт пшеницы, скорее всего, повышаться не будет. Ну а о мерах, которые коснутся подсолнечника, пока ничего не ясно. Мы будем следить за развитием событий. Если вас, дорогие аграрии, в следующем году начнут беспощадно штрафовать за нарушение законодательства пожарной безопасности, не удивляйтесь. Местные администрации делают это не по своей злой воле, а потому что их вынуждают. Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект, который должен наделить органы местного самоуправления муниципальных районов полномочиями по тушению пожаров за пределами территории сельского поселения. То есть, раньше сельхозу Годья и лесные фонды были зоной ответственности МЧС, авиалесхоза и других ведомств. Теперь же к тушению пожаров на этих территориях планируется привлечь и местные администрации. Закон вступит в силу только 1 января 2022 года. Однако его влияние мы можем почувствовать уже в ближайшие месяцы. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Виталий Пискарев объяснил, что сельским администрациям дана вот такая отсрочка с января 2021 до января 2022 года для того, чтобы подготовить все необходимые нормативные акты, а также согласовать бюджеты. Бюджет на тушение пожара будет пополняться за счет средств, полученных при взимании штрафов с как раз нарушителей законодательства о пожарной безопасности, в том числе в лесах. В 2019 году сумма штрафов достигла 2,5 миллиарда рублей. Что будет в 2021 году, посмотрим. Скорее всего, сумма увеличится. Важная новость для тех аграриев, которые очень прочно укрепились на земле. Депутаты Государственной Думы в первом чтении единогласно приняли закон о повышении налога на доходы физических лиц до 15 процентов для тех россиян, чьи доходы за налоговый период составляют более 5 миллионов рублей. Законопроект был разработан по поручению президента Владимира Путина. Он позволит дополнительно взыскать с богатых россиян около 60 миллиардов рублей. Все эти деньги будут направлены на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, в том числе редкими орфанными. В России может появиться новый вид агрострахования на случай ЧС природного характера. Инициатором такого вида страхования выступил Минсельхоз России, который хочет, чтобы у сельхозпроизводителей была возможность получить доступное агрострахование. Минсельхоз России предлагает сделать следующее. Если сейчас при заключении договора агрострахования сельхозпроизводителю возмещается только 50 процентов страховой премии из бюджета, то при новом виде договоров сельхозпроизводитель сможет получить до 80 процентов от страховой премии. Причем крестьянско-фермерские хозяйства будут получать субсидию в размере 80 процентов каждый год, а крупные сельхозпредприятия только в первый год заключения соответствующего договора. В дальнейшем же субсидия от государства будет понижена до стандартных 50 процентов. Будет изменена также ответственность страховщика. В случае наступления чрезвычайной ситуации природного характера лимит ответственности страховщика будет установлен на уровне 45 процентов от страховой стоимости при страховании урожая и 75 процентов от страховой стоимости при страховании посадок многолетних насаждений. В Национальном союзе агро-страховщиков Интерфаксу пояснили, что по новому виду страхования фактически будут возмущаться только расходы агрария на урожай при наступлении ЧАЭС. При этом риски гибели самого урожая, причем не только от чрезвычайных ситуаций, будут страховаться по прежним договорам мультирискового страхования. На этом наш выпуск завершен. Пишите в комментариях, получаете ли вы господдержку и как сейчас выглядят ваши поля, раз уж на этой неделе прошли дожди. Спасибо.